Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Генеральный секретарь партии «Прогрессивные» и будущий депутат Рижской Думы Мирослав Кодис. Добрый день. Добрый день. Сегодня фактически Центральная избирательная комиссия утвердит, наконец, итоги выборов. Ну, говорят, что, наверное, первое заседание будет в первых числах, то ли второго октября, наверное, первое заседание новой Рижской Думы. Так что впереди большой и сложный, наверное, этап работы. Ну, наверное, Мирослав, такой вопрос первый, которого хочется задать. Вот как ты сам оцениваешь результаты выборов для многих, вот я говорю со многими избирателями и наблюдателями, для многих все-таки успешное выступление этого объединения из трех партий для развития «ЗАП» агрессивные. Вот успех был сюрпризом. Не только потому, что уже так привыкли, что согласие всегда приходило первой, но и потому, что все-таки 18 мандатов для относительно новой партии «Погрессивная» все-таки это достаточно успех. Как ты сам его объясняешь? Наш список я поправлю, может быть, добавлю, что наш список, еще есть партия была, и партия «Изовокс», мы маленькая очень партия, и также непартийные люди в нашем списке тоже были, которые так называемые… Представители общественных организаций, микрорайонов, активисты, да, были. 18 – это, конечно, в принципе, кто-то до этого говорил, что именно на такую цифру мы идем, называли именно 20-25%, и мы получили 26%. 26, да. То есть, конечно, мы рады этому, такому результату, и особенно, наверное, часть та, которая из прогрессивных, то есть конкретно из прогрессивных у нас с нашего, как бы, это 11 человек, то есть 9 членов партии «Погрессивные» плюс 2 активиста, которые шли от нашей квоты. То есть мы, конечно, всему этому рады, то есть вот я бы, наверное, все результаты разделил бы вот на эти две части, то, что первая часть, то, что мы рады, что у нас такой результат, но второе, наверное, чем я конкретно огорчен, мы огорчены, то, что явка избирателей была очень низкая, 40%, и что многие люди просто разочаровались и не видят смысла идти голосовать. Вообще в политике разочаровались. Да, в политике и разочаровались в людях, и говорят, ну нет смысла идти голосовать. И вот на это тоже надо работать. Это опасно, и на это нам тоже надо работать, чтобы нам нужно доверие завоевать опять избирателей, чтобы люди все-таки верили, чтобы они понимали, что от каждого голоса зависит, чтобы они на следующие выборы шли голосовать и участвовали активно в выборах. Вот этот вопрос, на который часто задают, в том числе и прогрессивным, ну, наверное, понятно, что нет такой четкой социологической выкладки, но, наверное, среди тех избирателей, которые за вас проголосовали, есть и представители национальных меньшинств, ну, русскоязычного населения, скажем так. Это тоже, наверное, налагает определенные какие-то, не знаю, обязательства на партию по агрессивной, прежде всего. Насколько это можно будет как-то реализовать, вот, в том числе и права вот этих частей рижан, потому что коалиция, которая вот намечается, ну, она уже фактически сформирована, де-факто осталось ее только закрепить до юра, там представители совершенно разных идеологических течений, в том числе, ну, скажем так, ну, правые или даже в какой-то степени правонациональные, праворадикальные. Да, ну, во-первых, наша партия никогда не разделяла, не разделяет, то есть мы не говорим, мы не разделяем национальность. Какая партия, это русская или латышская? Партия русская, латышская, я вообще считаю, да, что это не надо так говорить. И мы не разделяем это, и мы, когда в Центральную избирательную комиссию подавали заявление, там мы от Аутыбу не указывали, да, то есть… То есть такая была ваша такая принципиальная позиция? Да, 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 это наша принципиальная позиция, то, что мы национальность не указываем никогда, потому что особенно в Риге здесь это, ну, это на национальном уровне, это СЭМ решает, на каком языке в школе учиться или на каком языке подавать документы. Рига более такая хозяйственная все-таки, то есть здесь вопрос самоправления, да, здесь вопрос, который касается всех, то есть все идут. по ямам, да, и русские латыши, да, и горячую, за горячую воду много платят, или затопление, и русские латыши вместе платят. Поэтому мы никогда не разделяли, и это будет наша главная, вот такая, скажем, тоже не главная, но мы будем очень за этим смотреть, чтобы, не дай Бог, кто-то, да, как вы сказали, из национально настроенных, потому что очень многие нас упрекают, что мы идем в одной коалиции с национальным объединением. Ну, давайте посмотрим, с кем вообще мы идем. Ну, в Вену, ты бы, да, там таких же национальных настроенных людей достаточно. Ну, консерваторов, по-моему, практически все. Ну, консерваторы, там такие же национально настроенные люди, поэтому не только национальное объединение, это вот на кого нужно, кого нужно, как бы ни с кем не идти, а вот, то есть хватает в каждой партии таких, в тех, с кем мы идем. Поэтому мы будем, конечно, на страже и смотреть, чтобы на первой планке был все-таки рижанин, неважно или рижанка, неважно какой национальности или какой принадлежности и так далее этот человек. Да, вот есть такое мнение, наверное, с этим сталкиваются все партии, которые, ну, как бы пытаются не делить людей по национальности и находятся ближе к центру или к лево, можно это все называть по-разному. Поэтому вот зачастую многие политики говорят, что вы понимаете, что я бы с удовольствием, ну, латышские политики, с удовольствием бы общался, ну, как бы обращался и к русскоязычной аудитории, но я боюсь потерять латышей, что вот так вот политика каким-то образом так построена, что ты вроде пытаешься играть как бы на двух сторонах и тут же теряешь эту латышскую часть. Я помню, что даже и прогрессивных упрекали за то, что там у вас на сайте там есть на двух или на трех языках. По-моему, все время даже и кусты бы пара, это движение за это же упрекали, хотя казалось бы, ну, что тут такого, это каким образом подрывает государственный язык, каким? Да, до сих пор нас в этом упрекают, всегда обязательно где-то кто-то найдется, кто об этом что-то скажет. У нас на прошлой неделе был конгресс в субботу, и за неделю до конгресса мы в твиттере на русском языке написали, что в ближайшую субботу будет конгресс, приходите. И вот за это мы очень многое получили, что как-то так, призыв на конгресс по-русски, что вас не понимают. Мы пытаемся везде объяснять, и я пытаюсь, например, для меня, скажем, русский – это родной язык, поэтому понятное дело, что я разговариваю на этом языке, и я буду с избирателями говорить на этом языке. Потому что кроме государственного, понятно, это не обсуждается вопрос государственного языка. Государственный язык у нас один, латышский, он есть и будет всегда. Это можно даже на поездку дня, как говорится, не ставить. У нас был референдум в 2012 году, пожалуйста. Да-да-да, но что по этому поводу опять? Зачем по этому поводу все время вот этому солить, про этот государственный язык? Государственный язык у нас один. Государственные все учреждения работают на этом языке, государственные бумаги все происходят. Но если я хочу обратиться к какому-то человеку, для которого русский язык родной, на его родном языке, я в этом не вижу никакой проблемы, это просто удобство для человека. И уважение к тому же избирателя. Уважение и удобство, да-да. Я когда иду в кинотеатр, один кино, скажем, кино на английском и на русском, мне легче на русском пойти. Послушать, я пойду туда. Хотя я знаю, что ты владеешь английским языком. Хотя я знаю английский хорошо, да. Поэтому здесь не речь о том, что наш избиратель не знает государственного языка. знает, что мы предоставляем ему для удобства на его языке вот эту информацию. И мы можем, как бы, национальные партии, та же Вена, национальные объединения, да, они как бы, ну, они делают вид, как будто не существует этих русскоязычных. Ну, хорошо, ну, тогда вы боретесь против саскани. Ну, саскани – это на русском разговаривать с русскими язычными. То есть, если вы хотите бороться с той же саскани или русским союзом, ну, тогда вам нужно, во-первых, перейти на русский язык. Тогда вас услышат для начала, да. Тогда вас услышат хотя бы. Ну, вот есть такая концепция, скажем так, что ведь даже не концепция, а такое убеждение, вот то, что сейчас говорят отдельные лидеры, там, ТБ Весуат и всеми, правда, в основном, да. Да, они ведь радуются не столько успеху, скажем так, и своего объединения, да, это, наверное, отдельная история, пускай они про это говорят, но они радуются тому, что избиратель согласия в их понимании просто остался дома. Они говорят, очень хорошо, вот если так будет и всеми, чтобы они вообще остались дома, ну, я не знаю, может, для них, конечно, это хорошо, как-то процентуально там можно вычислить, что им это выгодно, да, но с точки зрения вообще избирательного процесса, это, наверное, не очень хорошо. Да, очень плохо. Ну, что значит, когда избиратель какой-то партии остается дома? Это, как я уже сказал, это очень плохо, что у нас большая часть или часть людей, живущих в Латвии, которые платят налоги, которые здесь живут, здесь их дети живут и учатся, они разочаровались, они не идут на выборы, это плохо. Поэтому то, что национальное объединение этому радуется, это, конечно, печально, что политики, наоборот, должны говорить, что все должны идти, не важно, за кого вы голосуете. Но это, опять же, возвращается к вопросу негражданам, почему негражданам не дают гражданам, что боятся, что все пойдут за красных, проголосуют. Хотя уже и красные, и не красные. Хотя уже и красные, и красные, да, уже три следа как союза нет, все равно что-то боятся. Поэтому, да, поэтому, конечно, люди должны голосовать и должны участвовать. Сейчас у нас идут в следующем году выборы, через два года выборы, как бы, нам нужны люди, нам нужны, чтобы люди высказывали свое мнение о выборах. А прогрессивные пойдет дальше? То есть, я имею в виду, будет активно готовиться и к выборам самоправления? Ну, кроме Риги, в следующем году пройдут в июне выборы в самоправление, в 41-м уже после реформы, потом уже в октябре 22-го года выборы в 7-м, то есть, прогрессивные как бы пришли всерьез и надолго, да? Да, мы пришли, чтобы остаться, мы пришли всерьез и надолго, мы обязательно будем участвовать в следующем году в выборах в самоправление. Пока мне, может быть, тяжело сказать, в каких именно. Вот у нас удачная, хорошая команда в Юрмале, у нас в Лепой что-то намечается, в Смилтона у нас хорошая команда, а вот это вот такие вот первые вот зарисовки. Мы, конечно, будем стараться планировать где-то побольше, еще в других самоправлениях. Опять же, вот это разочарование в политике много, где вот в Лепой я разговаривал с людьми, скажем, там 20 лет был один мэр, там сейчас 2 года другой мэр, но то есть, там, в принципе, вот одна какая-то вот власть, как во многих городах такое происходит, как и в Латгалии, мы уж не говорим про Венспилс, и люди говорят, что мы боимся вступить в партию не мэра, то есть, если эта партия не мэра, у нас могут быть проблемы. Вот какие большие проблемы, вот скажем, в регионах, которые нужно решать, и нужно говорить, что если другие партии, не боимся, идем на выборы с другими партиями. Ну вот мы видим, что сейчас происходит в согласии, да, так сказать, наверное, пускай они сами комментируют, но тем не менее, ведь очевидно, если отбросить все другие проблемы, которые есть у этой партии, очевидно, что нехватка кадров или там новых лиц, это вот одна из основных проблем согласия, и я думаю, что, наверное, если честно, это можно сказать про все остальные в основном партии, проблемы есть с кадрами. Что касается прогрессивных, не боитесь ли вы, что вот у вас тоже возникнут такие проблемы, потому что и выборы в самоуправлении нужно выставлять команду в регионах и в крупных городах Комериги, и выборы все им тоже нужно выставлять людей, и, наверное, это было бы неправильно, если все, которых избрали в Рижскую Думу, собрали вещи и сказали, ну ладно, мы тут поработали два годика, теперь давайте мы дальше уже всем, пускай следующие поработают. Сразу могу сказать, что так точно не будет, потому что очень многие, и конкретно я говорю про вот 11 прогрессивных или 9 плюс 2, многие именно шли в Рижскую Думу работать пять лет со своими идеями, со своими целями, да, мы здесь остаемся. Кто-то, безусловно, кто-то через два года решит пойти в Сэйм, будет избран, не будет другой вопрос, но будет баллотироваться. Партия прогрессивная наша партия. В массовом порядке это не будет, так как, скажем, было, опять же, новая консервативная партия, когда тройка лидеров пришли в Рижскую Думу и потом сбежали, то есть за тех, кого голосовали, в принципе, они потом и сбежали в Сэйм. Прогрессивные два года назад участвовали в выборах в Сэйм, то есть уже были списки, понятно, что какие-то люди ушли, какие-то поменялись, то есть, ну, в принципе, уже есть этот опыт, когда нужно создавать списки во всех пяти регионах страны, избирательных регионах. И, да, что касается самоуправления, то мы сейчас, у нас есть и свои какие-то уже люди, так сказать, в регионах, с которыми общаемся, понятно, что мы будем еще, возможно, где-то придется объединяться, возможно, да. А вот это очень хорошо, что… Да, где-то мы будем брать, где-то уже к нам есть интерес от таких, от людей из других партий, конечно, мы будем отсеивать, мы будем выбирать, просматривать, конечно. Особенно тех, которые, есть же у нас политика этого сменит 3, 4, 5 партий, может, они и сами уже не вспомнят, где они там были. В том-то и дело, да. Поэтому у нас есть какие-то люди, которые участвовали или активно поддерживали какие-то партии, ну, даже САСК, КПВ, может быть, ЛВА, да. Вот какие-то вот такие партии, которые поддерживали, которые, возможно, уже разочаровались, и эти люди ищут себя в других, да. Поэтому, понятно, мы будем рассматривать каждую кандидатуру, но мы не исключаем возможности, что мы можем кого-то позвать к себе. Вот интересно, что касается прогрессивных, вот этот опыт это фактически вот объединение почти 4 партий, вы уже сказали, плюс еще городские активисты. Ведь он показал, что, в принципе, избиратель одобряет такой вот процесс, не знаю, объединения, кооперации, потому что, может быть, ему надоело, когда, там, не знаю, больше 60 партий в нашей стране, и многие из них мало чем отличаются, и они говорят, слушайте, ну, зачем в маленькой стране, не знаю, 60 или 70 партий? Да, может быть, вот этот как раз опыт вы дальше и продолжите, вот, где объединение из четырех сил. Да, мы тоже считаем, что объединение нам помогло получить вот этот вот такой результат 26%. Также, как и объединились, скажем, национальные объединения с регионами, они тоже получили 7 голосов. Возможно, если бы они шли бы отдельно, они бы вообще не прошли, либо меньше получили, то есть им объединение тоже помогло. Но, к сожалению, вот они там, скажем, такой вот консервативный блок не смог еще больше объединиться, да. Поэтому, да, особенно говорить, если про какие-то города, как я уже назвал, Лепая, где у власти вот уже, можно сказать, один какой-то блок долгое-долгое время, чтобы идти против него, они прогрессивные не смогут, придется объединяться. Может быть, не будет Лепая, может быть, другой город какой-то. Придется объединяться с кем-то, чтобы, скажем, поменять эту власть. Так же, как и в Риге, 10 лет была одна власть, и ее сейчас сможем поменять только, ну ладно, может быть, можно говорить, конечно, что какой-то человек убежал или уехал в Брюссель, и поэтому власть можно реально поменять в Риге. Но плюс еще то, что мы объединились, только объединение может что-то поменять, поэтому мы не исключаем возможность такого. Вот где такого ощущения или, может быть, даже опасения, что вот прогрессивные, ну и, может быть, и ваши партнеры по общей фракции, у вас же общая фракция будет для развития за прогрессивные, что вы окажетесь в какой-то степени белыми воронами, особенно прогрессивные, которые многие воспринимают, может быть, это даже позитивно, как таких вот идеалистов. Да, вот вы пришли, вы раньше не были как бы в политике, я имею в виду, не были депутатами, вы пришли с какими-то, не знаю, своими идеалами, программными установками, а рядом сидят вот такие, не знаю, акулы политики, там, ветераны политические, которые уже прошли через все вот эти вот жернова и мастера интриг, и они вот на вас смотрят и говорят, ну ладно, ничего, ничего. Мы вас, так сказать, быстренько в старые рамки вот этой старой игры быстренько вас засунем. Будет там, не знаю, коллекционная дисциплина, какие-то коллекционные советы, какие-то обязательства, какие-то интриги, будем вас разводить, и в итоге вы, так сказать, окажетесь, ну, фактически заложниками нашей политики, в результате будет продолжение предыдущей Рижской Думы, но только фамилии другие и название партии других. Ну да, ну, будем очень надеяться, что не будет такого сценария. Ну, опасность есть, да? Опасность есть, я вижу, безусловно, это, как бы, ну, во-первых, если брать нас 18 человек, то, может быть, прогрессивные впервые у такой власти, а, скажем, те, кто с Атой Стыбек, те, кто с Пар, да, у нас же Мартын Штаты, все-таки он из Сейма пришел сюда, то есть, да, уже есть какой-то опыт в политике, безусловно, то есть, из наших, из 18, плюс еще среди нас 18, есть люди, которые в прошлом созыве работали, позапрошлом, то есть, Анна Тейкопцена, Жогата, Весурзев, да, Ратен Викайвета, то есть, у них уже есть опыт работы и в Рижской Думе, и вообще в политике как таковой. Безусловно, я не исключаю такого, что нас будут хотеть, как бы, вот, как бы, подстроить под себя, что ли, да, я, как бы, хожу, стараюсь ходить, где могу тоже на разные вот эти встречи и так далее, тоже за этим смотрю, потому что у меня, ну, сколько, 12-летний опыт, но немножко с другой стороны, я как журналист был, да, я как журналист, я всегда присутствовал во время этих дискуссий, во время коалиционных собраний и так далее, но вот с той стороны, за дверьми, как бы, с той стороны, да, ну, будем смотреть, не будем себя давать в обиду, конечно, будет видно, да. Потому что, я так понимаю, что есть какие-то приоритеты, которые, вот, вы не хотите, как бы, вот, не знаю, замылить или забыть, перечислить. Безусловно, приоритеты, во-первых, наша программа, с которой мы шли на выборы, это партия прогрессивная, вообще для нас это два направления, это социальное направление и это зеленое направление, это то, что для нас важно, и то, что мы хотим поменять не только в Риге, но и во всей Латвии. Пока что, как мы видим, по комитетам мы все-таки это самое, отстояли свое, то есть у нас комитет по социальным делам будет наш представитель, именно прогрессивный Естерск Лэмбергс будет, руководитель комитета. Он имеет большой опыт вообще социальной работы. Да, и у него опыт, и все, то есть, как бы, вот, социальную сферу в Рижской думе мы сможем обеспечить. И второе, это направление зеленое, это есть комитет по окружающим, по делам, по вопросам окружающей среды и по жилью. Это будет руководитель нашей партии прогрессивных Эдмунд Степпоридс, руководитель этого комитета. Так что, в принципе, два вот этих важных комитета, которые для нас, именно, что я говорю, для прогрессивных, да, как бы мы его отстояли. Но вообще у нашей фракции будет еще вот этот третий комитет, то, что и ветератника будет вести, это комитет по образованию, культуру и спорту, культуре и спорту. Это тоже важный, важный, как бы, был для нас комитет и такая, как бы, крепость, потому что есть уже с национальных направленных, с национально настроенных депутатов, которые хотят, опять же, своим, скажем, лезть с государственным языком и так далее, вот эти вопросы, что там вводить. Поэтому мы уже тоже взяли... Хотя это, на самом деле, прерагандило не всех самозалований. Хотя это, на самом деле, вообще, неэрическая дума вообще эти вопросы не решает, кто на каком языке в детском садике говорит. Хотя в программе было, и у, по-моему, национальных, и у консерваторов было, да, что латышский язык в садиках, которые греческая дума не говорит, на каком языке говорить. То есть это не компетенция греческой думы. Поэтому, да, поэтому вот этот вопрос тоже образования культуры для нас тоже был важен, и мы рады, что нам удалось именно нашей фракции отстоять этот комитет. Мирослав Кодис у нас в прямом эфире, генеральный секретарь партии Пагрессивный. Я вижу, что есть и звонки. И прервемся буквально пару минут перерыва. Не переключайтесь. Мирослав Кодис на студии. Начнем, действительно, принимать и звонки радиослушателей. 6212-939-6213-939. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вот я хочу вашему гостю задать свой традиционный вопрос, который я задавал. Вы подтвердите, да, Абикс? Скажите, пожалуйста, вот вы представляете, что такое Райл Балтика для Риги? Ведь это на три года город выключен из своей нормальной жизни. Скажите, пожалуйста, как Рижская дума собирается решать вопрос или будет хаос такой, как с двумя мостами, Брасовскими и Бегновскими. Хотя Райл Балтика в Риге, именно в Риге, в центре города и в Задвине, этот проект в 10 раз сложнее, чем этих два моста. И последний вопрос. Вот если вы представляете, что это такое, скажите, вы можете назвать человека, который, на ваш взгляд, в Рижской думе будет ответственный за эту работу? Кого можно обращаться, с кого можно будет спросить? Вам лично успеха и вашей партии тоже всего самого доброго. Спасибо большое. Тут и пожелания, и вопрос. Действительно, Райл Балтик, это, наверное, один, есть такое слово, на русском оно не очень правильно звучит, такой вызов, да, вот один из вызовов, потому что, действительно, это масштабный проект, огромные деньги для Латвии выделяются. Да, я думаю, что вообще, наверное, никто не спорит о том, что Райл Балтик нам нужна. Этот проект этот нам нужен, да, то есть это и деньги приходят, это инвестиции, это все-таки рабочие места, это возможность на поезде, я надеюсь, когда-то в будущем прокатиться до Литвы и дальше, до Варшавы и дальше. То есть этот проект нам нужен. Мы будем, конечно, с этим разбираться, если отвечая, наверное, на последний вопрос, к кому обращаться, но у нас сейчас три вице-мэра будет. Один из вице-мэров явно от нового единства, Вилдин Стирсис, он как раз будет заниматься, вот он сказал, что его направление работы будут, это транспорт, это инвестиции с Европы. Вот как раз, пожалуйста. У него будет свое бюро, пожалуйста, когда будет рабочий телефон у него, можно вполне ему звонить, я думаю, что у него спрашивать. И также новое единственное под свое крыло взяло комитет транспорта и связи, ну да, транспортный комитет, то есть именно тот комитет, который будет отвечать за этот большой проект, то есть они на себя это взяли, и так как сюда пришли на пять лет работать мы, и они в том числе, то я думаю, что вот они будут, это главное. Что насчет хаоса, знаете, мне, конечно, тяжело сейчас ответить, я с вами соглашусь, что хаос нам не нужен, я сегодня сам ехал вот сюда в центр на маршрутке по Чака, и тоже я всегда еду и думаю, ну почему так долго у нас все это происходит, и я смотрел на пешеходов, которые шли по вот этому всему, там для пешеходов не думано, когда идет ремонт, ну положите деревяшечки какие-то хотя бы, чтобы люди прошли, или лилосипедисты. Они как-то между машинами, между этими перекрытиями. Да, то есть там всю Чака раскопали, но работников я видел там ближе уже к центру, есть, да. Не факт, что до заморозков им удастся что-то сделать. Не факт, что они сделают, и там реальный хаос, там непонятно, может быть проще было бы, не знаю, было бы тяжело, но закрыли бы Чака на неделю бы просто, и ее бы сделали за неделю, чем вот такое. Вот они размазывают из четыре месяца, и ничего этого, да. Она как бы открыта, и как бы не открыта, и люди там как-то уходят. Поэтому я надеюсь, что, конечно, с проектом Райл Балтика будет понятен, что когда мы его сделаем через 3-4 года, все скажут, да, он нам нужен, это классно, но я надеюсь, что не будет такого большого хаоса, да, когда закроют там Золи Туда Симонтой, закроют, или центр перекопают, да, или еще что-то. Ну, будем за этим следить, чтобы такого не было. Поскольку у тебя действительно большой опыт журналистики, я думаю, что многие радиослушатели помнят твои репортажи, нет такого вот, ну, не знаю, не ощущения, вот все-таки такого мнения, что я, в принципе, о политике знаю все, и как бы, ну, ничего хорошего о ней сказать не могу. Значит, если бы я очень разочаровался бы в политике, я бы, наверное, туда не пошел, да. То есть, есть все-таки надежда, что что-то можно поменять. Есть надежда, есть, конечно, такое разочарование, когда я 12 лет был в журналистике, я видел, как это все происходит, и вот это все закулисье, и коррупция, и вот это продвижение своих, и вранье в глаза, да. То есть, я все это видел, конечно, у меня было большое разочарование, но у меня 5 лет, как я ушел в журналистике, я вот 5 лет отдыхал, занимался просто вообще другими делами, не связанной с этим, поэтому я все-таки увидел партию, с которой я вижу, что что-то можно поменять, поэтому я сюда пришел. Ну, насчет разочарования, но есть что-то, что я, конечно, будучи журналистом, не видел, что происходит за дверьми, сейчас это я начинаю видеть, но будем, пока мы можем только обещать, мы еще даже работать официально не начали. Конечно, есть возможность, что мы начнем работать, и нам скажут, знаешь, Мирослав, ты тут сиди и молчи, вот нажимай на эту кнопку, да, и все, да. Да, мы тут сами все уже решили. Да, мы за тебя все решили, да, вот поэтому вопрос, ты так голосуешь, поэтому так как бы, ну вот, я как бы не такой человек, я уже в самом начале нашим сказал, что я не буду аппарат для голосования, что у меня есть свое мнение, если надо, я его буду высказывать, то есть посмотрим. То есть, в принципе, если, допустим, ты увидишь, или, может быть, твои коллеги по прогрессивным, что какие-то предложения оппозиции весьма толковые, то они не будут выбрасываться эти предложения в мусор, они только потому, что вот там фамилии не те. Я очень на это надеюсь, и я считаю, что так и должно быть, и в Сэме так должно быть, потому что у нас в Сэме есть вот какая-то вот эта красная линия, да, партия Кремля сидит справа, мы ее никогда не слушаем, да, все, это глупое вот это вот название, да. Есть какие-то, надо всегда, как сказать, через ситочку пропустить эти все, да, то самое, понятно, что какие-то популистические решения, это понятно, но есть же обязательно у оппозиции тоже какие-то стоящие вопросы, которые следует рассмотреть и, может быть, даже принять, просто у нас почему-то боятся, не дай бог, да, или одна или вторая сторона что-то примет. А вдруг они как-то это используют себе во благо или еще что-то, да, да. Да, да, поэтому, ну, сами понимаете, конечно, из 39 человек нас будет только 18, поэтому, к сожалению, да, ну, результаты такие, что у нас не 51 голос, да, не 51%, поэтому все равно у нас есть какие-то партнеры по коалиции, как мы их называем, которые будут противиться, мы сейчас уже видим, да, что уже, это вот так же, например, как вопрос, то, что хотели оппозиции дать места заместители комитетов, да, 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 вроде бы, да, в грудь били, что мы дадим всем оппозиции эти места, но потом как-то пошли на попятную наши партнеры, то есть, ну вот, так что борьба будет не только с оппозицией, но и внутри похоже. Да, вот эта удивительная история, которая вот, ну, может быть, не только в Латвии, я не хочу сказать, что мы здесь уникальны, где вот эта вот роль оппозиции или, условно говоря, коалиции, она вот как бы не меняется, меняются люди, при том, самое удивительное, что те, которые раньше, допустим, были в оппозиции, ну, например, в пошлой думе, оказавшись в коалиции, они действуют все так же само, ну, будем надеяться, так не произойдет, но пытаются действовать так же само, как те, которых они критиковали, да, вот я помню, вот уже упомянуты вами депутаты от новой консервативной партии, которые сбежали, так можно сказать, из Иерусской думы всем, потом они были самыми главными застречниками, которые говорили о том, что нужно ограничить всеми, вот, время дебатов, и кричали, что примерно, как один бывший спикер одного парламента в соседней стране, что парламент это не место для дебатов, да, вот они говорили, что нет, хватит болтать, мы ограничим время, хотя, когда то же самое делало согласие в Иерусской думе, они кричали, что это ограничение демократии, пошли, пришли и сделали все то же самое, вот это такая вот опасность, мне кажется. Абсолютно, да, и я вот, например, смотрю, как в других странах, ну ладно, возьмем какие-то большие демократии, я какое-то время в Англии жил, там тоже, и там, конечно, там есть либористы, консерваторы, но есть какие-то национально важные вопросы, по которым они все голосуют вместе, они понимают, что это важно для людей, а у нас нет, если оппозиция не важно, что предложит, нет, все, это неправильно, мы это отвергаем, вот это неправильный подход, но надо смотреть все-таки на первой строчке должен быть, опять же, рижанин, рижанка, да, то есть, люди, а не вот какие-то свои там цели. Поскольку не секрет, что прогрессивные все-таки, ну, имеют такую социал-демократическую напальность, да, я ведь не ошибся, именно такую социал-демократическую, с одной стороны, все понятно, это социальные вопросы, которые, в принципе, были приоритетом и для Поша Рижского, при всех проблемах, которые у них там были, которых мы уже говорили неоднократно, с другой стороны, мы видим, что, опять-таки, вы в этой ситуации можете оказаться в количестве меньшинстве, и ситуация не самая благоприятная, поскольку мы знаем, что правительство решило часть проблем переложить на самоправление, да еще и отнять финансирование на 5% вот общие доходы от подоходного налога с населения будет уменьшено, это кажется немного, но вообще в масштабах Риги это где-то от 30 до 40 миллионов, да, минус, это уже существенно. Вот как с этими социальными вопросами, потому что, с одной стороны, и финансирование уменьшается, с другой стороны, есть решение Конституционного суда о том, что это надо минимальный гарантированный доход и социальные посуды увеличивать, как вот это все сбалансировать вообще? Что касается сотрудничества с, скажем, Рижской думой с правительством, то вот то, что вот предыдущие 10 лет очень часто упрекали, что нет вот этого сотрудничества, что в правительстве, значит, у власти там в стране одни партии, у власти в Риге другие партии, что нет вот этого диалога и сотрудничества. Ну что ж, сейчас вроде бы более-менее какие-то партии совпадают, да, три партии совпадают, те, что в правительстве, те, что здесь в Рижской думе. Опять же, нами упомянутый Вилн Стирсис, он из партии премьер-министра, ему тоже уже так намекнули, что ну вот если что, то в государстве ты пойдешь выпрашивать, да, что... Иди, пожалуйста, к Карине сюда, да. Премьер-министр из твоей же партии, то есть пускай как бы не обижают Ригу. Поэтому да, но социальные вопросы будут важные, да, мы посмотрим, конечно, сейчас, наверное, опять же на первом плане и ковид, да, то есть последствия вот этого, потому что очень многие люди потеряли работу и вообще очень-очень-очень много на бизнесе. Конечно, Рига здесь тоже должна будет помогать, поэтому я думаю, одна из первых важных задач решать, это будет, то, что мы будем решать, это именно вот это вот последствия ковида, которые еще продолжаются, в принципе, да, то есть еще ничего. Поэтому, опять же, как я сказал, социальный комитет у нас, поэтому мы будем вот эти вопросы решать. Я так понимаю, что в вопросах транспорта это... Ты достаточно хорошо разбираешься, поскольку какое-то время твоя работа была с этим связана. Вот насколько вообще реально сделать, я понимаю, что возможно, не в следующем году, бесплатный общественный транспорт в Риге, это популизм или это вообще вполне реально осуществимо? Я, знаешь, я как бы рассматривал этот вопрос перед выборами, да, и анализировал, да, я так хорошо до конца не проанализировал, сколько я разговаривал с разными экспертами, которые говорят, что все-таки нам это не подходит, потому что вот это больше будет потери, это неправильно, может быть, надо поехать все-таки узнать, как это в Таллине происходит более так уже подробнее, да, потому что у них это много лет происходит. Наверное, не будем сравнивать Ригу с Люксембургом, да, то, что в Люксембурге бесплатный проезд, это разные вещи, разный доход у людей. Здесь же рядом Юрмала, там тоже транспорт общественный бесплатный, нужно посмотреть, как происходит у них. Очень много аргументов против, это что там люди будут одну остановку ехать на трамвае, лучше бы пошли пешком, это, то есть, это как бы повлияется на здоровье, что ли, физическое людей. Ну, не знаю, как бы, насколько, если я хочу прогуляться, то я прогуляюсь, мне кажется, это не очень, это не главный аргумент, чтобы не вводить бесплатный транспорт. Поэтому, ну, это точно не вопрос этого года и точно не вопрос следующего года. Со временем надо смотреть. Безусловно, мы сохраним все те скидки на бесплатный проезд, на скидки на проезд, которые уже существуют. Может быть, со временем нужно смотреть и как-то увеличивать вот этот вот, скажем, вот спектр, этот вот, кто получает бесплатный проезд, кто получает скидки на проезд, может как-то вот это смотреть. Вводить какие-то другие, скажем, те же билеты, вот, может быть, не на час сейчас, которые билеты на час, может быть, сделать на полтора часа, на два часа хотя бы. Чтобы людям было просто удобнее. Чтобы людям было действительно удобно, потому что не всегда за час можно доехать даже до центра с нашими пробками. Плюс надо рассматривать, может быть, вообще, чтобы транспорт общественный был привлекательным, чтобы он ходил все время, чтобы он ходил по расписанию, чтобы он ходил вечерами, чтобы не было так, что в 11 часов или в полдвенадцатого все, в Плявнике не уехать, кроме такси или еще что-то, или в Болдера, я уже вообще не говорю. Поэтому, может быть, надо нам сначала начать с того, что транспорт просто сделать привлекательным, чтобы люди пересаживались на этот транспорт, чтобы он был и доступный, чтобы он был быстрый, то есть, чтобы люди поняли, что если я на машине еду на работу, это мне занимает там час на транспорте, по дорожкам для автобуса отдельные дорожки, да, для общественного транспорта есть, и на общественном транспорте я доберусь до работы намного быстрее. Вот это надо смотреть. Конечно, маршруты надо пересмотреть какие-то, чтобы посмотреть, где какие маршруты есть, чтобы можно было добираться с одного конца города в другой. Ну, то есть много вопросов, которые нужно решать. Может быть, начнем с этого сначала. Да, может быть, я думаю, наверное, если руки дойдут, что называется, наверное, вопрос, который очень актуальный, о чем наши многие радиослушатели говорили, конечно, жилищная политика. Я понимаю, что в несоветское время, наверное, самоуправление не будет строить какие-то многоквартирные дома, высокоэтажки, да, но чтобы как-то продумать какой-то вообще рынок аренного жилья, потому что многие, вот, там, не знаю, молодежь зачастую езжает, потому что она понимает, что, ну как, взять кредит на какую-то бешеную сумму им не светит, у них просто нет такого дохода, чтобы купить квартиру за сто с чем-то тысяч, да, если мы говорим о новом жилье. И снимать что-то в центре, к примеру, очень дорого. Может быть, благодаря они не хотят, в общем, люди уезжают, и это тоже, наверное, одна из таких проблем, которую надо будет самоуправлению как-то пытаться решить. Да, жилищными вопросами тоже будем заниматься. Рига с нам у Парланекс мы уже заявляли, и это остается так, что никакие приватизации мы не отдаем, и никому не продаем, это наш приоритет, и мы будем отстаивать это, потому что сейчас клиенты Рига с нам Парланекс, это как минимум 150-160 тысяч рижан. Более 4 тысяч домов вообще. Да, то есть это вот та возможность, где город может как-то помочь, вот, например, пришел ковид, может быть, какие-то скидки дать, или там разрешить позже платить. А если будет частный, если все? Скажет, как и любая частная компания, скажет, это не моя проблема, не можешь платить, уходи, да. То есть, безусловно, Рига с нам Парланекс нельзя ни в коем случае отдавать частные… То есть она несет, наверное, какую-то социальную функцию при всех проблемах, которые там есть. Да, это социальная функция, да, да. Проблемы там нужно решать и менять. Что касается вот этих жилищных вопросов, да, здесь тоже есть много разных вариантов. Как один из вариантов, у города есть, скажем, земля, на который город, понятно, не будет строить новые дома, но может отдать эту землю в аренду, скажем, какому-то частному, кто построит дом с условием, что там он построил дом на 100 квартир, и 10 квартир – это принадлежит самоуправлению, и самоуправление, скажем, сдает вот тем же молодым семьям и так далее. То есть вот такой, как вариант, когда, ну, это опять же партнерство, да, то есть когда частник строит дом… Государство частное партнерство. Да, 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 государство частное партнерство, да. Когда землян используют, скажем, наше самоуправление, города, частник строит, чтобы ему было интересно строить дом, и там продает какие-то квартиры, и какие-то квартиры городу. Вот, то есть я считаю, что да, что город должен войти вот на этот рынок аренды жилья, именно потому что вот по тем вот вопросам, Балим, к которым вы говорите, что да, что молодежь действительно уезжает отсюда, и жилье у нас очень дорогое. Может быть, такой последний вопрос, вот все-таки, как выборы, наверное, тоже показали, что все-таки избиратель симпатизирует, скажем, вот такому социально-демократическому направлению, потому что одно время казалось, что социал-демократия представлялась на самом обществе, как это что-то чуть ли не прокремлевское, ну, так условно говоря, ну, ясно, это типа там русскоязычные… Коммунисты и марксисты нас называют. Ну, примерно так, да, да, коммунисты и марксисты, и это удивительно в стране, которая, ну, мягко говоря, не очень богатая, и население-то в основном, скажем так, живет, ну, не очень богато, мы не берем там какую-то небольшую прослойку людей, да, а тем не менее всегда приходили к власти партии, которые представляли крупный капитал и даже этого не скрывали. В Швеции власть социал-демократы, мэр Парижа, по-моему, социал-демократ, то есть, ну, можно их назвать коммунисты, да, то есть, я думаю, не очень. Поэтому это, конечно, я всегда с улыбкой воспринимаю, когда нас так называют, это очень смешно, потому что социал-демократы… Да, у нас, потому что, действительно, если посмотреть, как у нас происходило в парламенте, да, много лет, у нас же не говорили, это либеральная партия, это консервативная партия, это социал-демократическая партия, нет, это русская партия, это латышская партия, это рука Москвы, вот такие вот у нас, то есть, у нас уже как бы вошло, что левые – это значит русские, а правые – это значит латыши, ну что, но это неправильно. Да, доходило до абсурда, что даже зачастую избиратель голосовал по фамилиям, то есть, видно, что в латышском списке русские фамилии всегда оказывались внизу в итоге, и наоборот, латышские фамилии редко где-то вот в русском списке могли… Я так понимаю, что вам все-таки этот этнический барьер хотя бы чуть-чуть удалось сдвинуть. Чуть-чуть, да, то есть, я анализировал по каким-то районам… Ну, сколько это возможно, да. Было где-то, в каких-то районах было, что вот больше всего вычеркивали русские имена, да, Мирослав, Борис, Антонина, Михаил, да, то есть, да, вот у нас в списке Денис был, как бы вот, ну, да, и все-таки, ну, все-таки, если мы видим, что мы прошли, скажем, я, Антонина, мы прошли, то, да, то, наверное, уже, да, нет такого яркого, я думаю, как в других партиях, я не знаю, может быть, вот я знаю, я на Вену, ты бы там в списке был человек с русским именем и фамилием, который не прошел, которого вычеркнули, то есть, в нашем списке, слава богу, все-таки такого этнического не было, поэтому, да, поэтому, наверное, все-таки надо... Ну, надо все-таки через 30 лет хоть как-то от этого пытаться отходить. Надо от этого пытаться уходить, и надо все-таки уходить от того, что левые – это, значит, Саскане, это русские, да, правые – это вот эти партии, да, у нас левые – это, значит, социал-демократы, социал-демократы – это те, кто все-таки за людей, за социальные помощи и так далее, то есть, надо все-таки так больше разделять, поэтому я думаю, что со временем прогрессивные смогут это как-то поменять и показать, что вот мы социал-демократы, и неважно, какая у тебя национальность в паспорте, вообще она есть или нет в паспорте. Вообще мы, в принципе, в Европейском Союзе. Это удивительно. Да, и в Европейском Союзе. И, кстати, граждане Европейского Союза могли сейчас даже голосовать на этих выборах. Я не знаю, сколько активно, как активно они голосовали. Да, это, кстати, тоже, наверное, может быть, другая тема, уже не успеем обсудить. Но когда выносится в парламент, кстати, отесты бы парну же отдать им должен, это не поддерживает, выносится законопроект о запрете предвыборной агитации на любом языке, кроме латышского, ну, в стране Европейского Союза какая-то дикость. У нас, кстати, граждане других стран Европейского Союза могут и баллотироваться, в том числе на выборах в Европарламент, и голосовать. Итаянец, как-то помню, был. Да, и немец, кстати, был. И когда ему говорят о том, что не-не, вы со своим избирателем, например, в стране Европейского Союза, на английском, вы рот себе открыть даже не сможете. Но это же какое-то, что-то это из какого-то прошлого века. Я согласен, это очень смешно, они борются с русским языком, а на самом деле они борются, получается, со всеми. То есть, они запретив, как бы, на другом языке, они же не только русский запрещают, они запрещают любой язык, как бы, другой, да. То есть, как бы, это очень дико. Ну, посмотрим, до чего это дойдет, конечно, но это очень дико. Да. Амирослав Кодис у нас был в студии, большое спасибо, успехов вам вот в работе в Новой Рижской Думе.